И сегодня мы с вами будем говорить на тему Божий взгляд на работу. И мы будем с вами смотреть на некоторые места в Писании и размышлять над тем, что об этом говорит Бог. И потом у нас будет время для вопросов-ответов, и после перерыва мы поговорим о вообще смысле работы в нашей жизни. И я хочу начать с такого утверждения. Это утверждение состоит в том, что работа — это своеобразное распаковывание Божьих благословений. И вы можете как-то реагировать на это. Как вы вообще ощущаете, что такое работа? Это находит отклик в вашей жизни. Пожалуйста, ваше мнение, высказывайтесь. Еще какие-то мысли, идеи? Я попытаюсь пояснить, что имеет в виду это утверждение. Вообще-то, автором этого утверждения являюсь не я, а один пастор в Уганде. Однажды я путешествовал по этой стране. Уганда я был в одном из регионов, который называется Ракай. И вместе со мной были также мои партнеры из Нидерландов, и они работали в этой стране для развития лидерства, бизнеса и экономического развития этого региона. И один из пасторов, который сам жил в этой стране, в Юганде, он проповедовал. И его проповедь была на тему работы и благословений. И он сказал людям в этом регионе Ракай, сказал, что вы все благословены Богом. И вы должны понимать, как африканцы реагируют, когда они на проповеди слышат такие слова, они начинают кричать, радоваться, и танцевать, и ликовать. И он потом у них спрашивает, а почему вы вообще так радуетесь, что вы благословены Богом, хотя на самом деле вы страдаете от ужасной бедности? У вас множество проблем в экономике. Я смотрю на вас, и как бы со своей стороны я вижу, что вы рабы собственной бедности. И он спрашивал у этих людей, что же это за благословение, которое Бог вам дает? И никто из них не дал удовлетворительного ответа. И потом он начал пояснять им и говорить им, он говорит, что земля, на которой вы живете, она очень плодородна. И это на самом деле правда, они могут собирать урожай два раза в год, благодаря климатическим условиям и плодородности почвы. Дальше он говорит, вы физически сильный народ. И Бог дал вам все возможные способности, чтобы хорошо жить и собирать хороший урожай. И дальше он сделал такое утверждение, которое можно сказать только человеку, живущему на той территории. Он сказал вот что. что вы ленивы. Вы не готовы распаковывать все Божьи благословения через работу. И дальше он начал им объяснять, как можно стать успешным, процветающим, просто выполняя трудолюбиво свою повседневную работу. И то, что он объяснил, это то, что Бог заложил в каждом из нас потенциал. Когда мы рождаемся и становимся старше, еще в детстве, в нас уже заложен весь потенциал, все навыки, все умения, все способности уже там есть. И в период нашего взросления мы как бы распаковываем все вот это заложенное в нас Богом. И когда мы используем все это, мы еще как бы больше получаем обучение и навыков. И дальше он сказал, что Бог уже поместил нас в такую среду, где есть все условия для того, чтобы хорошо жить. У нас есть все необходимые ресурсы, есть фермы, есть земля, все, что нужно для хорошей жизни. Единственное, что нам остается делать, это распаковывать вот этот пакет благословений. Представьте себе, что вы получили замечательный подарок. И вы всем показываете, хвастаетесь, посмотрите, какой у меня подарок, это потрясающе вообще. Но вы его не распаковываете. И пока вы не начнете его распаковывать, вы не узнаете, что внутри. Вы не сможете по-настоящему оценить его. И вы можете называть себя благословенным, но если вы не распакуете подарок, вы не узнаете, что там лежит. И работа, это как раз и есть процесс распаковывания того подарка, который Бог вам дал. И следующее утверждение, которое вытекает из предыдущего, это что Бог дал нам все необходимое для хорошей жизни. И хорошая жизнь, она вот как раз в этом потенциале уже находится. И говоря на тему работы, вопрос, который сам себе люблю задавать, вообще Бога волнует наша работа. Потому что, возможно, многие из нас выросли с таким менталитетом, что ну, работа это такое низменное, что это бытовое, а вот Бог это духовное, это такие более высокие материи. И если так думать, то у людей может сложиться такое представление, что Бога не волнует наша повседневная работа. И вопрос, который я хочу задать вам, как бы бросить своеобразный вызов, на самом деле это так? И если посмотреть на Писание и вообще на основу нашей теологии, то мы можем увидеть, что Бог сам трудится. например, мы можем прочитать в 103-м псалме, что Бог трудится, что Он создает все, что есть на земле, и что Он тем самым прославляет свое имя через Его создание природу, Ему воздается слава. И здесь сказано, что Господь, как многочисленны Твои дела. В мудрости Ты все создал их, и они являют Твою славу. И дальше, когда мы смотрим в Библии на то, как Бог на это смотрит, то мы можем заметить много метафор или таких сравнений. Мы видим Бога как творца, мы видим Бога как художника, например 138 Псалон говорит о том, как Он соткал нас во чреве Матери Нашей. Мы видим Бога как горшечника, как пастыря, как царя. Мы видим Бога как виноградаря. На протяжении всего Писания мы видим как Бог описывается метафорически как трудящаяся личность. И даже Иисуса часто критиковали за то, что Он трудился в субботу. Иисус говорил, что Отец Мой постоянно трудится до сего дня, Он как бы занят работой. И Он говорит, что и я тоже, я тоже работаю. То есть Бог работает. И я думаю, что наша работа она тоже имеет отношение для Бога. Потому что Он хочет реализовать свои планы через нашу работу. Бог использует обычных людей на обычной работе для того, чтобы выполнять Его планы. Возьмем, например, Авраама. Он был фермером, и он выращивал скот. Или возьмем Иосифа. Он был премьер-министром. И также занимался в зерноторговцем. И можно сказать, что он был зерноторговцем. То есть он занимался продажей зерна, зернотрейдером своеобразным. Даниил, он был государственным советником. Он выступал в роли консультанта для высшего руководства страны. И он работал и трудился в очень такой высокопоставленном положении. Он возглавлял всех магов, да, он стоял над всеми магами. Если бы в наше время такую должность кто-то занимал, его бы наверное выгнали из церкви. И Неймия он работал тоже в царских палатах. Лука был врачом. Доркас я не знаю кто имеется ввиду, потому что слово имя может быть по-другому звучит в Новом Завете. Он занимался индустрией моды. Женщина Дорка из Нового Завета. Это одна из женщин которая пришла ко Христу шила одежды. То есть индустрия моды. Но на самом деле если внимательно почитать мы увидим что она путешествовала по многим странам и занималась индустрией моды. И Симон он производил палатки. Луи Виттон окей чуть-чуть мне сложно с акцентом извините. И Бог выполнял свою работу через обычных людей на обычной работе. И возможно для Бога имеет значение что мы делаем на нашей работе. И я думаю что наша работа имеет значение для Бога. И если посмотреть на то как Бог видит нашу работу то первое место в Библии которое мы видим это Бытие 1.1 начинается с описания Божьей работы. Вначале сотворил Бог небо и землю. Представьте себе обычного предпринимателя в Украине. Представьте себе себя как молодого профессионала который пытается открыть компанию стартап. и в какой-то момент времени у вас появляется потрясающая идея. Вы начинаете мечтать и планировать. А потом начинаете практиковать уже это. и точно также можем то же самое наблюдать как Бог творил. Все начиналось с идеи, с мечты. Бог что-то задумал, у него появилась идея и он начал воплощать ее в жизнь. И мы можем сказать, что у Бога был дух предпринимателя. И Бог работает. И дальше Он создает человека. Он создает человека по своему образу и своему подобию. И дальше Он говорит, чтобы человек владычествовал над рыбами морскими и над птицами небесными. И над скотом и над всею землею. И над всеми гадами пресмыкающимися по земле. Итак, Бог сотворил нас отображать Его подобие, Его образ. Итак, мы с вами созданы как носители Божьего образа. Что это означает? Я думаю, что это также несет в себе смысл, что мы имеем ту же самую свободу и ту же самую способность что-то создавать и быть предпринимателями такими же, как Бог. Он дал нам свободу и креативность сделать что-то новое, что-то красивое. И смотреть на свою работу как на искусство творчества, искусство благословения. Поэтому в том, что мы делаем, есть свобода. И смотря на всю эту картинку, мы также должны задать тебе вопрос, почему мы работаем. Например, придумал ли Бог работу только ради собственного удовольствия или ради собственной славы. Богу потребовалось шесть дней, чтобы создать такую окружающую среду, в которой бы человек был преуспевающим. я думаю, что и мы в нашей повседневной работе пытаемся создать такую среду, где бы людям было хорошо, где бы люди чувствовали себя комфортно и преуспевали. Мы восполняем нужды клиентов, удовлетворяем потребности тех, кого мы обслуживаем. И это касается нашей работы. Например, мы строим дома, где люди живут. Либо мы преподаем в школе. Мы работаем в системе здравоохранения и помогаем людям хранить здоровье. Может быть, вы работаете в розничной торговле, в супермаркете и помогаете людям питаться хорошо. комфортно и людьми. Пытайтесь сейчас посмотреть на свою работу как на частичку системы, которая служит нуждам всего человечества, для общего блага человечества. И даже если вы занимаетесь какой-то очень коммерческой деятельностью, вам необходимо понимать, что процветающая экономика, она также служит вам, каждому человеку. Когда ваша компания будет преуспевать, когда вся экономика будет преуспевать, то и человек будет преуспевать. Зачем же нам нужно работать, чтобы удовлетворять потребности или восполнять нужды человечества. Потому что так создал это Бог, Он таким образом все задумал. Таким образом мы вносим свой вклад в общее благо или так называемую всеобщую благодать. Потому что в той работе, которую мы делаем, каждый получает благословение. Например, когда Бог посылает дождь на землю, это приносит пользу всем. И это благодать. И мы называем это всеобщая благодать. Итак, мы с вами уже ответили на вопрос, что мы делаем на своей работе, зачем мы это делаем. И также очень важный момент, если мы хотим прославлять Бога, как мы это делаем. Я думаю, мы должны это делать в соответствии со Словом и Духом Святым. И если посмотреть на плоды Духа Святого, например, любовь, мир, воздержание, дружелюбие, терпение, если мы хотим работать в соответствии со Словом Божьим, то мы будем стараться быть праведными людьми, людьми, которые всегда поступают по справедливости, не воруют и не обходятся с людьми плохо, грубо. И таким образом мы отображаем тот образ, который Бог заложил в нас, мы являемся носителями Его образа. Вы чувствуете свободу работать, заниматься деятельностью, быть творцом, проявлять креативность, восполнять потребности клиентов, удовлетворять их нужды и таким образом вносить вклад в общее благо. И мы делаем это в соответствии со Словом и с Духом Божьим. Я думаю, очень важно, чтобы мы именно так смотрели на свою работу, на нашу трудовую деятельность, потому что если мы потеряем эту перспективу, мы попадем в кризис. И в 2008-2009 годах мир переживал серьезный экономический кризис. И многие страны до сих пор испытывают на себе последствия этого кризиса. Что же пошло не так в нашем человеческом мире? Потому что мы с вами видели, что изначально работа была задумана как благословение, но глядя вокруг себя, мы видим, что оно не похоже на благословение. И я сделал для себя такое схематическое изображение, чтобы вам было понятно, что пошло не так. Вначале как бы любой экономики, когда, например, мы изучаем ее в школе или в университете, мы читаем, что все начинается с потребностей человека, с потребностей клиента. Экономика работает очень просто. У тебя есть какая-то потребность, какая-то нужда, например, покушать или что-то еще. и твоя нужда как потребителя это цель. К примеру, я являюсь умным предпринимателем и знаю, как восполнить эту нужду или удовлетворить эту потребность. я разрабатываю какую-то услугу или продукт для удовлетворения этой потребности. И этот продукт или эта услуга является способом удовлетворения прибыли, удовлетворения потребности. И в ответ на это я получаю деньги, делаю прибыль и я называю это благословением. И раньше, когда мы смотрели на такую модель экономики, мы видели, что прибыль является результатом нашей работы. И если мы живем таким образом и работаем таким образом, то что-то в процессе начинает меняться. Я говорю это из своего опыта. Потому что я сам через это прошел. Произошло то, что прибыль перестала быть результатом того, что я делал и стала целью, потому что прибыль была чем-то таким очень желанным стала очень желанным. И когда прибыль превратилась в цель деятельности, что-то поменялось во всей этой картинке. Потому что когда прибыль становится главной целью, какое место отводится потребителю и клиенту. Если посмотреть уже на предоставление услуг или товаров, они уже не играют такую важную роль. Это просто как затраты. И на каком месте у нас теперь остается потребитель? Потребитель становится средством получения прибыли. И на самом деле в компаниях иногда происходит следующее. Их вообще перестают волновать потребности клиентов. Их больше не волнуют нужды их потребителей. Если у них есть продукт, который они могут продать, все нормально. Это все, что их волнует. И что вы думаете, что происходит тогда с качеством наших услуг? Например, я занимаюсь строительным бизнесом и строю какие-то здания. Когда модель моей деятельности вот эта нижняя линия, когда прибыль моя основная цель, я пытаюсь строить как можно больше зданий с наименьшими затратами. Я даже пытаюсь как-то так обойти требования, которые мне выдвигает заказчик, так, чтобы сэкономить. я работаю с качеством, которое там ниже среднего, только для того, чтобы заработать прибыль. И, возможно, я даже приступаю к какие-то этические стандарты, иду на компромиссы, ради того, чтобы заработать еще больше прибыли. И в конце концов в результате получается здание плохого, низкого качества. Но если я следую модели на высшем уровне, и моей целью является восполнение нужд потребителя, я общаюсь с потребителем, я выясняю, какие у него потребности, какие желания, нужды. Я спрашиваю, какие ваши желания по отношению к этому зданию, что вы хотите здесь видеть, какой должен быть климат, какая должна быть среда. И задавая все эти вопросы, я могу предложить продукт или услугу наивысшего качества. и возможно я еще приложу какие-то новые технологии к этому продукту, и это будет добавленная ценность, добавленная стоимость. И тогда я смогу повысить цену. и в конце концов, когда уже будет готово здание, моя продукция, я буду чувствовать гордость за то, что я сделал. Чувство удовлетворения результатом своей работы, потому что я выложился, я постарался сделать что-то по-настоящему хорошее. я могу показывать все, что я сделал, обсуждать, как бы говорить вот здесь так, вот здесь так. И мой клиент чувствует себя хорошо, потому что он получает хорошую работу, хороший продукт. и делая хорошую работу, я получаю деньги за это. И мало того, мой клиент будет рекомендовать меня всем остальным. И в результате мой бизнес будет расти. Я буду чувствовать удовлетворение, наслаждение от своей работы. Мне нравится моя работа, нравится моя жизнь. И у меня есть довольный клиент, который рекомендует меня другим. Поэтому вот высшая модель, она всегда лучше. Но из-за нашей жадности или алчности мы идем на компромиссы, мы ищем короткие пути. И я умоляю вас, не идите таким путем. Потому что это будет влиять на каждого в вашем окружении и в итоге на все общество. И это не соответствует той картинке, которую мы описали с вами раньше, библейский взгляд на работу. Человек на работе это также связано с лидерством. мы должны взять на себя роль лидера в собственной жизни, стать лидерами самих себя. И когда Библия называет нас владыками, да, Бог призвал нас к владычеству, мы возглавляем творение. и мы должны заботиться о творении, о том, что Бог доверил нам, о рыбах, о птицах и обо всем, что Он создал. Но для этого нужно немного больше пояснения, и мы находим это в Бытие 2, 15. Бог здесь говорит человеку, дает как бы задание, что он должен заботиться о саде, возделывать сад. И если посмотреть в еврейском переводе, какой смысл заложен в слове работа, то здесь идет речь о том, что трудиться или работать, это означает беречь, защищать и поклоняться Богу. Таким образом, Бог поместил Адама в Эдемском саду, чтобы он трудился там, и таким образом прославлял Бога и поклонялся Ему. Он также дал ему поручение заботиться о творении. И это слово забота, заботиться, оно то же самое слово используется в книге Исход, где Бог заботился о народе, который Он вывел из Египта. Это слово также несет в себе смысл защиты и охраны. И этот смысл возвращает нас обратно к смыслу работы, в чем ее вообще значение. Но также здесь смысл того понятия, что мы называем лидерством, нашего отношения к творению. Когда мы размышляем на тему лидерства, то Иисус очень четко вообще дает описание этого понятия в Луки 22. Он говорит, что наше лидерство не должно быть похоже на то, как его практикуют начальствующие в этом мире. Иисус сказал им, цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются, но вы не так должны поступать. Иисус говорит, что лидерство заключается в служении другим людям, а не в господстве над ними. Иисус рассказывает это когда ученики Иисуса спорили между собой, кто из них больший, это происходило в момент последнего ужина, когда была вечеря господня. И вы должны вспомнить, что эта история записана в Евангелии от Луки. Но то, как эта история разворачивали события, в ней описаны в Евангелии от Иоанна. И сразу после этих слов, когда Иисус им пояснил, Он снимает с тебя верхнюю одежду, откладывает ее в сторону и начинает мыть ноги своим ученикам, чтобы на практике показать, что означает вот это понятие служить друг другу. И когда мы говорим о лидерстве, о том, что мы призваны господствовать в этом мире, то здесь как бы очень сильный контекст такой связь со служением, со служением другим людям, как это показал Иисус. Но может такое произойти, что в нашей культуре, в том как бы привычном для нас понимании лидерства по-другому воспринимается. например, принято думать, что лидер должен быть сильным, иначе люди будут как-то злоупотреблять им или как-то пользоваться им. И тогда следует задать вопрос, чем же отличается когда ты служишь кому-то и когда тебя используют другие люди. Может быть, кто-то может ответить на этот вопрос? Когда ты служишь другим, ты это делаешь по своей инициативе. Лидер контролирует самого себя. Он живет в соответствии с видением. Но это видение состоит в служении людям. У Иисуса был полный контроль над тем, что Он делал. Он имел собственное видение, и это было Его добровольное решение пойти на крест. Его не распяли люди. Он позволил этому произойти. Когда Его арестовали в Гефсиманском саду, И Петер пытался защитить Он сказал, спрячьте свое оружие, потому что я могу сейчас позвать легионы ангелов, и они защитят меня. Но Он не сделал этого. Это был Его собственный выбор пострадать ради благословения, ради блага человечества. И в этом истинное лидерство. Что у вас есть это видение и призвание служить человеку. И чего бы мне этого не стоило, я буду жить в соответствии с этим руководящим принципом в моей жизни. И это не слабая позиция, это позиция силы. Слабость может проявляться только тогда, когда у тебя нет понимания того, кто ты на самом деле, и ты делаешь все, что тебя просят другие люди, и не знаешь сам, что тебе надо делать. В таком случае тебе не хватает призвания, тебе не хватает видения. чувства собственного достоинства, собственной ценности. Let's go to the next one. When you look to work in the Bible, what time do we have? Maybe we are already over time. Okay. Let me just give a brief overview of other verses in the Bible about work, and then we will go for coffee. It will only take 4-5 minutes. Итак, мы с вами говорили о работе с перспективы творения. Мы говорили о том, что работа, она задумана Богом, Он придумал вообще работу и труд. и все хорошее, что мы производим в результате своей работы. Даже работу. Даже в будущем, когда мы будем жить на новой земле, когда все будет хорошо, мы будем работать. работать. В 65 главе Исаии, где Бог говорит о новой земле, о новом Иерусалиме, о новом небе, Он говорит о людях, которые будут работать. И разница между сегодняшней работой и той работой, которая будет там, это то, что там все будет происходить по нашему плану. И это исключительно. Потому что в нашей сегодняшней работе мы видим, что ситуация часто выходит вообще из-под нашего контроля, как будто мы не можем никак повлиять на то, что происходит, и мы не достигаем того, к чему стремимся или чего хотим получить. И мы с вами увидели, как работа выглядела до грехопадения человека. Как она была задумана и какой она будет после того, как Иисус воцарится и у нас будет новое небо, новая земля, где грех уже не будет нам мешать. Итак, думать, что работа является последствием грехопадения или что работа является проклятием, которое пришло в результате падения человека. Это неправда. работа. Иногда мы не чувствуем удовлетворение, которое нам должна приносить работа. Иногда мы не достигаем того, чего мы хотим достигнуть. Иногда работа нам кажется очень трудной. И вот эти трудности, они являются результатом грехопадения, но не призвание работать. Мы также видим, что Иисус работал плотником приблизительно 30 лет своей жизни. И в те времена люди начинали работать в раннем возрасте, и сейчас в принципе это практикуется в развивающихся странах. И мы читаем о жизни Иисуса в основном в последний трехлетний период его жизни, с 30 до 33-летнего возраста. Мы нигде не читаем в Библии, как он сидел там на крыше где-нибудь, будучи еще молодым человеком, работая плотником. Или когда он стоял за станком, столярными, работал, чтобы сделать стул, стулья, мебель. Мы не читаем о том, как он делал закупки, необходимые для производства той продукции, которую он делал. Когда он вел переговоры со своими клиентами, возможно торговался о цене. но скорее всего он все это делал в жизни, потому что он был известным плотником, когда люди о нем слышали, они говорили, а, это тот плотник из Назарета. Иисус также работал. И когда мы видим слова Павла о работе, мы видим, что работа важна, потому что она обеспечивает нам хороший доход и дает нам возможность восполнять свои нужды. Когда мы работаем, мы также являемся хорошими свидетелями для мира. И Павел призывает нас не пренебрегать своей повседневной работой. И именно ему принадлежит известная фраза из Библии, если кто не хочет трудиться, то ты не должен есть. Поэтому мы видим, что и Павел очень высоко ценил труд и работу. Я думаю, что место нашей работы это также место нашего поклонения. И возможно, работа является для нас лучшей кафедрой. и что в повседневной работе лучше всего отражаем подобие и образ Бога. И почитаем Его таким образом. отражаем на том, м и Продолжение следует...